Он был великий эконом и говорить мог лишь о том, как что-то где-то приумножить и в карман себе положить. Это я так перефразировал Александра Сергеевича Пушкина. Но экономы живут в Магнитогорске и пригороде. И они экономят, ищут дешевые автомобильные стекла. Мало того, ищут место, где за копейки можно их поставить. И вот тут возникает вопрос, а что вы, собственно говоря, экономите? И кто вам ставит эти же автомобильные стекла? Тут дело в чем заключается. Вообще профессионалом может считаться человек, который достаточно долго занимается под ним делом. Будь то телевидение, будь то установка автомобильного стекла. Автостекло у Альберта, ну это, наверное, корифей из корифеев. И поэтому стоит ли экономить, когда в принципе здесь самые дешевые стекла и здесь качественная установка. Если возвращаться к Александру Сергеевичу, для людей в моем возрасте к Сане, писал он и про опыт, и про гений парадокса, друг. А парадокс магнитогорска это попробовать, а точнее слямзить направление и обделаться. Вы что думали, автостекло это дно золотое? Так же как дилерство, так же как замена масла, так же как журналистика. А вот и нет, это прежде всего опыт и строгое соблюдение технологий. А технология включает в себя и материалы, и приспособления. И я очень сильно сомневаюсь, что человек в 95% случаев худо-бедно справляющийся с заменой масла и жестянкой сможет безупречно приклеить и установить молдинг и автостекло. Да ему по сути фиолетово, главное, чтобы вы выложили свои кровные и побыстрее свалили. А дальше я не я и телега не моя. И вот получается вот такая фигня. Кстати, для эксперимента попробуйте на вашей только что купленной бушной машине или на машине, прошедшей замену стекла на сервисе, приподнять его, без лома и железа, естественно, по периметру. А вот такая картина открывается внутри. Криворукая вязь нанесенного, внимание, на кузов клея, перекошенное стекло и клееные молдинги. Ужас! Вот два соратника по несчастью. Я тоже купил в свое время очень красивый автомобиль, тоже черный, Lincoln Town Car. Девять лет на нем проездил, он не знал, что у меня стекло вообще не держится. Ты видел, что со стеклом-то было? Да, конечно, видел, но, оказывается, отклеилось от кузова машины. Был дождик, и вся вода, все в салоне было. Я думал, что делать, заехал вот на Советскую. Решил проконсультировать, сказали, можно устранить недостатки. Устранили, все, спасибо, хорошо. А то, что вот молдинг даже нашли, как это, клево? Да, вообще хорошо, мне понравилось. Осталось только двигатель заставить ехать, да? У нас опять же соратники по несчастью, что Sky не едет. Но поедет, наверное, все-таки V6-то. Двигатель нормально, бегает, хорошо меня устраивает. Единственное, что не устраивает, это налоги большие, надо платить за него. Понятно, но за все за удовольствие надо платить. И удовольствие от установки, теперь уже грамотная установка стекла. Какое оно? Конечно, я думаю, что грамотная установка стекла произошла. Будем надеяться, что будет все отлично у нас. Вода не будет попадать в салон. Думается, вы задумались. Продолжаем загрузку. Нарки, клейнюхи, бомжи вышли на охоту. Если стырят барсетку или бук, это одно. Так ведь лезут-то за всем, что плохо лежит в вашей машине. Главное спереть и продать. И купить мака, растворителя и льдинотурата. И жизнь такая легкая удалась. А тем более, когда все экономят на парковках. Что касается таких неприятных моментов, то у Альберта пистоны не вырвут, двери не поцарапают и помогут махам. Приехал в город Магнитогорск, да? И вот неприятность какая случилась. Где машину твою обидели? На лесопарку. Вот так вот, да? Но с разбитым стеклом-то ехать неправильно? Понятное дело. А денег хватило, чтобы сразу купить стекло фирменное? Конечно, нормально. 420 рублей стекло, 300 рублей установка. Хватило, недорого. Рожденный ползор летать не может. Некоторые рождены не соблюдать условия договоров, шеврять порядочных людей и продавать китайские и корейские автомобили. В этих трех направлениях, надо сказать, они добились должного успеха. Молодцы, поздравляю. Ну а вот так на их сервисе переклеивают стекла. И я, естественно, добиваюсь тут только правды и честности. Ну не умеешь, не лезь. Не умеешь обращаться с каленым стеклом. Не лезь вообще. Ну, проблема возникла в том, что до меня кто-то переклеивал заднее стекло. Естественно, я об этом не знал, а вот сейчас оно у меня вывалилось. Ну, порекомендовали обратиться сюда, в этот автосервис, для того, чтобы переклеить стекло. Быстро, оперативно. Заверили, что надежно. А сам присутствовал при этой процедуре? Да. Присутствовал. Процесс вообще очень быстро здесь произошел. Ты знаешь, что задние стекла, допустим, на вот эти автомобили, ну и вообще на все, делаются из сталенита. Это же надо еще уметь аккуратно снять, чтобы не лопнуло. Ну, да. То есть я удивился, грубо говоря, сколько профессионально у него срезали. Быстро, аккуратно. Но теперь при тебе сделали, уже как бы вопросов нету? Вопросов нет, надеюсь на лучшее. Мы с должным удовольствием потоптались на чужих болячках. И вот секрет безболезненной работы. Только проверенные материалы и гарантия без гнилых базаров. Гарантия на год на установленное стекло. И поверьте, случаи брака минимальны, но и даже они, если что, устраняются без вопросов. И это стиль работы и сервиса автостекло у Альберта. Вы задаете их только два. Сколько стоит и когда забрать машину. И уже позже, отвечая себе на вопрос, а сколько же я сэкономил денег и нервов, удовлетворение получаешь большее в случае с машиной за страхованной показкой и чуть меньшее в пересчете на услуги и стекло, привезенное дилером. Кстати, о дилерстве. Автостекло у Альберта получает его стекло и продает по ценам завода. А японское AGC и великолепное китайское сейчас вытесняются рынка финнов и немцев. Потому как с заводой новее и материал стекло качественнее. Давайте теперь про циферки. Секока это стоит. Секока стоит переклеить ваше стекло. Ну такое корявое. В смысле не корявое стекло, а корявую станок вашего стекла. Кстати, процедура стоит примерно половину этого стекла. Почему? Потому что надо аккуратно демонтировать ваше драгоценное стекло, которое вы купили. Может быть за копейки, может быть нет. Аккуратнейшим образом зачистить все те последствия и те безобразия, которые вы только что видели. И потом уже установить. Поэтому вот смысл экономить на установке. Какой? Тем более, что смысла искать дешевле стекла, чем автостекло у Альберта нет. Есть оригинальные, есть замечательные борские автомобильные стекла и отличные китайские. Поэтому, ну если у вас деньги-то лишние, конечно же, вы уж пожертвуете на благотворительность. А благое дело для вашего автомобиля делает автостекло у Альберта. Сервис.